Программа Конструктор Джулеви. Построение расклешенных юбок при помощи макрокоманд. Для создания таких юбок нужно минимум обмеров фигуры, обхват талии и длина изделия. Независимо от ширины юбки, расклешенной по линии низа, принцип построения таких юбок один. Строим сектор круга или круг с выемкой или отверстием для талии. Вся задача такого построения заключается лишь в том, чтобы рассчитать радиус дуги окружности или радиус окружности в соответствии с обмером обхват талии. В программе Конструктор Джулеви имеется возможность быстрого построения таких лекал. Это макрокоманда лекала – кольцо или макрокоманда «Контур», «Кольцо», «Вырез». В данном видео рассмотрим построение в обеих этих макрокомандах. Рассмотрим возможность таких построений. Итак, нам нужно обмер «Обхват талии ОТ» снимаем с фигуры, если шьем изделие над пошива. Если имеются готовые лекала стана, измеряем длину линии талии на этих лекалах для построения, например, юбки к платью. Или возьмем измерение ОТ «Обхват талии» из нормативных документов. Построим пояс при помощи макрокоманды лекала «Прямоугольник», где в окне ввода данных ширина прямоугольника А – это ширина пояса, например, 3 см, Б – длина прямоугольника, обхват талии, взятый из нормативных документов для базового размера 92, например, 35,3, и плюс еще 1,5 см на свободу облегания – всего 36,8 см. И нажать кнопку «Да» – «Выполнить построение». В окне ввода параметров лекала именуем наше новое лекало, ведь безымянные лекала в программе не сохраняются. Выбираем материал – «Верх». Группа имен выбирается автоматически и вводим имя лекала – «В.Пояс». И количество деталей кроя меняем на единицу. В запросе на предложение программы возврата количества деталей на 2 говорим «Нет» и подтверждаем изменение параметров лекала, нажав «Да». Мы получили лекало пояса с рабочим контуром срезом. Команда «Контур» – «Параметры контура» заменяет рабочий контур на готовый вид – «Главный контур». Пояс мы построили на один базовый размер, так как величину полуобхвата пояса мы ввели вручную. Чтобы получить лекало для всех размеров, нужно задать градацию. Для этого откроем таблицу приращений. В нормативных документах величина обхвата талии ОТ меняется от размера к размеру на 4 см, значит полуобхват талии СТ на 2 см. Укажем точку, в которой нужно задать приращение, и вводим в окне ввода приращений по оси Х 2 см. Отправляем величину приращения в таблицу вверх. По оси У приращение равно 0. И нажимаем кнопку «Выполнить молния». Вторая точка на линии талии градируется на эту же величину. Можно скопировать приращение из первой точки на вторую. Нажмем кнопку «Копировать» и укажем точку, в которую копируем приращение. Теперь можно строить лекало выкройки юбки. Построим лекало юбки Солнца. Чтобы получить окружность длиной, равной длине обмера обхвата талии, составляем формулу L равно 2πr, где L – длина окружности, равна длине обхвата талии, и R – радиус такой окружности. Нам нужно найти радиус окружности R. Из уравнения находим R равно обхват талии, деленное на 2π, или R равно обхват талии, деленное на 6,28. Если использовать вместо обмера обхват талии обмер полуобхват талии, то радиус ct, деленное на π, полуобхват талии, деленное на π, или r равно ct, деленное на 3,14, где ct – длина нашего лекала пояса. При помощи функции Альбер-Швов измеряем фактическую длину линии талии. Результат просмотрим в таблице результатов по размерам. В окне ввода выражений напишем формулу А, результат измерения, деленное на 3,14. Это неметрическая величина, следовательно, в квадратных скобках. Нажать, вычислить, и результат появляется в закладке F калькулятора. Это и есть радиус окружности длины полуобхвата талии. Для определения радиуса длины изделия нам нужно в калькуляторе открыть новую закладку G и в окне ввода напишем F плюс необходимая длина юбки, например, 55 см. Нажать кнопку «Равно» для вычисления, заполнения новой закладки G. Открываем макрокоманду «Лекала кольцу». Заполняем таблицу исходных данных согласно схеме построения. Воспользуемся пятым видом построения, где А – это отступ построения от начала осей координат, в нашем случае он равен нулю. В – величина разведения сторон линий шва юбки в градусах, зависит от конструкции юбки. Для юбки Солнца разворот равен 360 градусов, для выкройки в половинном виде – 180 градусов. С – радиус для определения длины линии талии, результат вычислений закладки F в калькуляторе. Нажать на правую клавишу мышки и выбрать закладку F. Д – радиус для определения длины юбки. Нажать на правую клавишу мышки и выбрать закладку G. Нажать кнопку «Да». Именуем наше новое лекало. Таким образом, получили лекало юбки Солнца для всех размеров. Оставляем на экране только базовый размер. Нажимаем на него в окне выбора размеров на нижней панели программы. Направление долевой нити в программе можно установить согласно модели, но об этом будем говорить в конце нашего видео. Мы получили лекало юбки с главным контуром – рабочим срезом. Командой «Контур параметры контура» можно заменить рабочий контур на готовый вид главный контур. Проверим правильность построения. Измерим длину пояса. От полученной величины отнимаем длину линии талии на лекале юбки. В результате получаем разность двух длин равна нулю, значит, длины равны. Построим юбку полусолнца. Если лекало юбки Солнца – это круг, то лекало юбки полусолнца – это полкруга. Тогда и формулу для определения внутреннего радиуса умножим на 2 величину измерения длины пояса А и разделим на величину π314 – все аниметрические величины в квадратных скобках. Нажать «Вычислить» и результат появляется в закладке F в калькуляторе. Для определения радиуса длины изделия нам нужно в калькуляторе открыть новую закладку G и в окне ввода напишем F плюс необходимая длина юбки, например, 60 см. Нажать кнопку «Равно» для расчета новой закладки G. Открываем макрокоманду лекала «Кольцо». Заполняем таблицу исходных данных согласно схеме построения. Нажать кнопку «Да». Именуем наше новое лекало. Оставляем на экране один базовый размер и заменим главный контур «Рабочий срез» на контур «Готовый вид». Главный контур. Есть другие макрокоманды, которые можно использовать для построения разрешенных юбок. Например, макрокоманда «Контур. Кольцо. Вырез». Сначала построим прямоугольник макрокомандой «Лекала. Прямоугольник», который будем использовать как будто лист бумаги. Вводим любые размеры, например, 150 на 150. Это временное построение, поэтому именовать его не нужно. Закрываем окно ввода параметров. Чтобы этот запрос на именование «Лекал» не выходил, его можно отключить. Заходим в «Настройки программы», «Параметры», «Общие», «Конструктор». И в окне «Диалог параметров лекала» можно отключить птичку. А для сохранения данной настройки только на текущий сеанс работы нажать кнопку «Да». И в «Настройках параметров программы» в закладке «Общие», «Общие», «Показ направления линий» и тоже нажать кнопку «Да». Это рабочая лекала без градации. Измеряем его сторону и в окне «Результатов промеров по разводке» видим только один размер. Чтобы в дальнейшем на его основе получить градированное лекало, введем нулевую градацию. Вызываем таблицу ввода приращений и укажем одну из точек этого лекала. Нажмем кнопку «Выполнить градацию» и в окне «Результатов по всей разводке» видим, что наша лекала теперь имеет данные величин по всем размерам – одну и ту же величину. Переходим к построению рабочих линий юбки. Изменяем длину линий пояса. Результат посмотрим в окне «Результатов по всей разводке». Заносим его в буфер. Этот промер нам будет нужен, поэтому открываем новую закладку G, фиксированную, чтобы эти данные не менялись с каждым новым сохранением буфера. В окне ввода выражений пишем формулу f умножить на k. f – результат промера, k – коэффициент из таблицы для построения крышевой юбки нужного расклешения, например, 0,8 юбка, большой колокол. Выполняем вычисление, нажав на команду «Вычислить». Выбираем макрокоманду «Контур», «Кольцо», «Вырез». В описании посмотрим, как будет выглядеть наш контур. Не нужно отступать некоторое расстояние при построении, значит, в закладке «Обмеры» в строчках по осям x и y вводим 0, а в строке «Радиус» щелкнем правой клавишей мышки и вносим результат вычислений, выбрав имя закладки G, нажимаем кнопку «Да». И теперь курсором нажать на одну из точек нашего прямоугольника. Получили окружность с градацией по всем размерам. Оставим на рабочем столе один размер. Теперь на новой линии нужно поставить точку на расстоянии CT. Полобхват талии командой «Точка» ставить точку на расстоянии. Указать точку отсчета, точка на окружности. На линии появилась стрелка направления положительного движения для построения новой точки. Вызываем результат из буфера по размерам из закладки F. Направление построения точки против стрелки на линии, следовательно, со знаком «Минус». Нажать кнопку «Да». Тип точки – «Контрольная». Командой «Участок» разделить участок. Разрежем внутреннюю линию в новой точке. Удаляем лишние участки окружности. Линию низа построим командой «Линии эквидистанта». Нажимаем на полученную линию талии два раза. И в окне вводим измерение длины юбки, например, 60 см. Командой «Линии отрезок» между точками построим линию бока юбки. Собираем контур нашего нового лекала юбки. Указываем линии чертежа лекала, обходя их по часовой стрелке. В конце сборки щелкнуть правой клавишей мышки. Командой «Лекала», «Параметры лекала» в окне ввода данных «Задаем имя новому лекалу». Материал вверх. Вводим имя лекала «В.юбка.большой колокол». Количество деталей кроя 1. В запросе на предложение программы «Возврата количества деталей на 2» говорим «Нет» и подтверждаем изменение параметров лекала, нажав «Да». Удаляем временное безымянное лекало с экрана. В базе оно не сохраняется. Направление долевой линии на новом лекале выбирается автоматически, согласно линии временного лекала прямоугольника. Можно установить направление долевой согласно пожеланий по нашим моделям. Для этого в закладке «Лекала» есть блок работы с долевой линией. «Изменить направление», «Повернуть на 90 градусов» либо на заданный угол, «Повернуть произвольно» и т.д. Для того, чтобы задать нужное направление долевой, нам нужно сначала построить линию. Например, разделим участки линии талии и низа пополам. Командой «Точка» поделить участок на N частей. Построим отрезок между полученными точками. Командой «Линии» – прямая между точками. И теперь командой «Лекала» установить долевую параллельно линии. Установим долевую, щелкнув на эталонную линию, а затем на саму лекала. Теперь переориентируем лекала по вертикальной долевой на экране. Направление долевой линии на новом лекале можно повернуть на заданный угол. Мы построили лекала в одном росте, но с градацией по размеру. Если нужно добавить лекала в других ростах, откроем окно работы с базой и в закладке «Предметы» добавляем в параметры модели один или несколько ростов, включая нужные птички. И нажимаем кнопку «Сохранить параметр предмета». Но от этого автоматически роста не создаются. Если сейчас вызвать лекала на экран, вывести размеры лекала, появляется сообщение, что нет лекал роста, который мы добавили, для того, чтобы их получить, недостающие лекала, доразмножаем в таблице приращений по ростам, так как по размерам лекала у нас есть. На юбке солнца по линии низа приращения будем задавать в трех точках, а остальные удалим. Открываем таблицу приращений, переходим в окно «Размножение по ростам», указать точку, выбрать функцию «Рассчитать приращение в направлении на» и указать линию бока рядом с конечной точкой, по касательной, вдоль которой необходима градация. В окне ввода нужно ввести величину межростового приращения, например, 3 см. В окне таблицы приращений нажать кнопку «Выполнить». Таким же образом выполняем градацию во второй точке на линии вниз. Укажем точку, в которой нужно задать приращение. По оси «У» величина приращения в минус 3 см. Отправляем величину приращения в таблицу вверх и нажимаем кнопку «Выполнить молния». Свободным курсором проверим правильность задания градации.